Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, приветствую вас! Благодарю Бога, что вы считаете для себя важным подключиться к нашему эфиру, вместе с нами прославлять Господа, вникать в Его Слово. Приветствуем всех, кто смотрит нас на канале ТБН, Вера 24, на нашем YouTube-канале Церкви Жатва, город Омск и везде в соцсетях. Наше желание поделиться теми откровениями, которые Господь вложил в наше сердце, теми путями, которыми мы сегодня идем и ту волю, которую мы сегодня исполняем. Сегодня мы говорим о важной теме «Моя идентификация Христос». Почему мы считаем, что это очень важно? Потому что при осознании того, кто я в Боге и вообще, кто я есть на этой земле, именно таким образом я и веду себя, и подаю себя, и действую. И мы много раз можем видеть, когда что-то используется не по предназначению. Что-то имело конкретное предназначение, было сотворено, изобретено, кем-то испроектировано для того, чтобы приносить и достигать конкретную цель. Но когда это не осуществляется, мы видим, что что-то идет не так. Бог имеет свою идентификацию в каждом человеке. Он сотворил нас, Он является нашим Творцом. Он дал заповеди людям, Он определил действия наши на этой земле. Начиная с самого нашего рождения, когда человек рождается, он уже имеет свою идентификацию от своих родителей, свое ДНК. Это прекрасно, это чудесно, это великое чудо, когда рождаются дети. Когда ребенок рождается в определенном государстве, государство тут же выдает ему специальную бумагу, свидетельство о рождении. Я уверен, что у многих из присутствующих в эфире такая бумага сохранилась или когда-то была. А потом идет паспорт и так дальше, так дальше. Мы набираем обороты различными документами, чтобы люди могли идентифицировать нас, кто мы есть на самом деле, что мы из себя представляем, куда мы идем, какое образование у нас, какой круг общения. Моя бабушка всегда говорила мне, покажи мне своих друзей, и я через время скажу, кто есть ты. Потому что идентификация это то, что по большому счету отображает, кто нас формировал, кто вкладывал в нас свои мысли, свои идеи. А сегодня мы говорим о самой главной идентификации в этой жизни и в вечности. Наша идентификация Сын Божий Иисус Христос. Мы будем смотреть, как на протяжении всей Библии Господь отождествлял себя со своим народом Израилем. И почему Он это делал, и какую миссию Он вкладывал в это, как это отобразилось сегодня в дни последней церкви. Церкви, которая ожидает пришествия того, который повелел Духу Своему Святому, как печать, запечатлев нас, живет внутри нас, а мы сокрыты в нем. Идем на брачный пир Агнца, который однажды состоится, и мы, как невеста, будем самыми желанными на этом брачном пире. И давайте первое место Писания мы посмотрим в книгу Исход, как Бог говорил к Израилю. Это книга Исход, 4 глава. Книга Исход, 4 глава, 22 стих. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Мы смотрим, что Бог повелевает Моисею, который находится в пустыне у своего тестя, священника Мадиамского. И Бог, когда возвращает Моисея обратно, прежде чем это происходит, Он говорит Моисею, посмотри на Израиль моими глазами. А я смотрю на Него, я идентифицирую себя с этим народом, как с моим первенцем, моим сыном. Мы понимаем с вами, что идентификация это то, когда мы отождествляем себя с кем-то. И многие люди на этой земле кому-то хотят подражать, внешне хотят подражать. И мы можем смотреть, когда человек увлекается какими-то идолами этого мира. Может быть это искусство, может быть это музыка. И молодежь, и подростки иногда коверкают свое тело, начиная от своей внешности, заканчивая своим посылом в этот мир. Почему? Они копируют то, кто им временно понравился. И Бог говорит по отношению к Израилю, это мой первенец, это мой сын. Любой родитель хочет, чтобы сын, ребенок, доченька были как-то похожи на него. И это абсолютно правильно. И Бог хотел, чтобы Моисей очень сильно чувствовал, что же чувствует Бог по отношению к израильскому народу. Как он отождествляет себя с ним. Незадолго до этого у Моисея рождается ребенок. Когда он уже чувствовал себя прекрасно в замечательной земле, где была полная безопасность, замечательная пища. Когда он и не собирался возвращаться в Египет. Он женился, Бог дал ему благословение, рождается первенец. И Моисей, не зная еще, что он возвращается в Египет, дает ему имя Герсам. Это написано во второй главе книги Исход, 22 стихом. Имя Герсам переводится как странник или пришелец в земле чужой. Тем самым Моисей пророчески говорит то, что когда-то Богом в четвертой главе книги Исход будет положено в сердце Моисея. Чтобы Моисей отождествил себя с волей Божьей, Бог отождествляет себя со своим первенцем, Израилем. И он ему говорит, посмотри, почувствуй то, как я чувствую по отношению к Израилю. Моисей ведь не хотел идти. Но когда Бог спроецировал, отождествил, показал ему, посмотри, как ты смотришь на своего сына. Ты даже имя ему дал такое, странник, находящийся в земле чужой. Так и я смотрю на Израиля. О, великий Господь, как Он работает с нашим сердцем. Он не только дает нам повеление, заповеди и раздает нам приказы. Нет, Он говорит с нами образами. Он просит нас отождествлять себя с тем, где есть боль, где есть слезы. Поэтому Павел много говорил, плачьте с плачущими. Иногда мы думаем, надо сказать какие-то суперпламенные речи. А иногда надо просто поплакать с плачущим и радоваться с радующимся. Давайте мы посмотрим еще одно место Священного Писания, как Бог теперь учил Израиля понимать, что как Он думает о них. Это написано в книге Исход, 19 главы, 4 стихом и ниже. Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать глаза Моего и соблюдать заповеди Мои, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. И будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Удивительно, как Бог начинает формировать в них мышление священников и царей. Мы с вами знаем, что Израиль 430 лет находился в порабощении. Их отождествляли самым слабым, самым рабским, самым малочисленным народом. Египтяне сделали все, чтобы Израиль был ослаблен в конец. Они забирали самое лучшее, самое прекрасное, когда рождались сыновья у еврейских женщин. Слуги фараоновы забирали этих детей. Что может быть хуже? Сегодня, когда это происходит в разных народах на законодательном уровне, когда люди делают аборты, и это позволительно им. Когда собственные родители убивают собственных детей в чреве своих жен, своими решениями, своими вот такими эгоистическими действиями. О, друзья, это ужас, это грех, это неправильно. Мы здесь видим, что египетский народ порабощает Израиля. Это не менее плохо, не менее проклято, но все-таки это другой народ. И Бог начинает с ними говорить, теперь вы не рабы, теперь вы не под игом чужого государства, не под их идолами, не под их проклятием. Я вывел вас из этого смертного места. Теперь я формирую у вас мышления священников и царей. Теперь вы законодатели, через которых я буду утверждать свое царство, в той земле, в которую я вас веду. Давайте посмотрим на параллель Нового Завета, когда Бог начинает говорить пророчески, устами апостола Петра к Новозаветней Церкви. Итак, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Библия говорит, Посмотрите, вот эта общественная индивидуальность, когда Бог начинает отождествлять себя с Израилем и говорит и в Ветхом, и в Новом Завете, я даю вам помазание и благословение царей и священников, духовное и законодательное выйдет из чресл ваших, выйдет из уст ваших, везде, где ступят ваши ноги, я буду утверждать свои заповеди. Это великое благословение. И при этом он говорит, вы вспоминайте, раньше вы не были народом, раньше с кем вы себя отождествляли? С грехами, с проклятиями, с оккультизмом, с колдовством, с спиритизмом, с магией, с чародейством, с пьянством, с наркотиками. Вот с чем была связана наша судьба. Но ныне, говорит Господь, я вывожу вас из тьмы в чудный свой свет. И в этой идентификации со святостью я даю вам уникальность, потому что когда человек, он подражает кому-то, вот мы можем с вами смотреть, когда люди хотят кому-то подражать, и они говорят, ну что же я не такой, как все? Я вспоминаю своих одноклассников. Со мной рядом сидела девочка за партой, она каждую неделю приходила с новыми прическами. Они у них были прекрасные кудрявые волосы. То она их распрямит, то она их закудрявит, то она еще что-то с ними сделает. И думаешь, иногда просто вот люди каким-то образом недовольны своей индивидуальностью. Но смотрите, в индивидуальности сокрыто что? Уникальность человека, что Бог всех нас сотворил разными. Мы несем, можно сказать, внешне разное какое-то послание. Но наша внутренняя идентичность, она едина. И мы, как Божий народ, если мы видим, что Бог с Израилем говорил так, вы мой народ, вы мой первенец, вы мой сын, ну куда еще может быть роднее? Куда еще может быть ближе? Когда Бог творец неба и земли, Израиля называет своим сыном. И в Новом Завете он говорит нам, теперь вы, мои цари и священники, я отождествляю себя вместе с вами. Обратите внимание, что Бог не выбирает себе народ, который был сильный, влиятельный. Вот Египет на то время, самое прогрессирующее государство с экономической и военной стороны. Это было место, где все вроде бы процветало. Они порабощали одних за другими. У них было все на высшем уровне. Но Бог, творец неба и земли, никогда не отождествляет себя с сильными. Это не есть Его воля, потому что откровение было сокрыто в израильском народе. И Он отождествляет себя, даже если они слабые, даже если они рабы, даже если у них экономика на минусе. Это мы только люди, пытаемся иногда выбрать себе друзей посильнее да побогаче. Бог никогда не поступает так. И эту идентификацию Он прививает нам в характер, чтобы мы не были лицеприятны, но чтобы мы двигались, соответственно, откровения и были с людьми, которые имеют слезы, значит слезы. Имеют радость, значит радость. Мы действовали, соответственно, нашего внутреннего состояния. Церковь, посмотрите, ведь это семья. Церковь это огромный организм. Я нахожусь в Богом Спасаемой России, в замечательной Западной Сибири, прекрасного города Омска. Есть братья, сестры, епархия, служители, разные конфессии, которые исповедуют Иисуса. Но сегодня нас могут смотреть люди, находящиеся далеко за океанами. И это тоже наша семья. Это тоже наши братья и сестры. Почему? Потому что они затронуты Духом Святым. В их жилах течет кровь Иисуса Христа. И Бог, обращаясь к своему народу на этой земле, называет нас как? Мои дети. Значит, мы братья и сестры. Это великая сила. Это великое благословение. Нам на этой земле не нужно никого бояться. Не нужно ни перед кем пасовать. Мы принадлежим самому великому. Он единый творец. Нет другого творца на этой земле и в этой вселенной. Только Бог наш, которому мы поклоняемся. Да, есть враги. Да, есть противники. Да, есть духи злобы поднебесной. Но финал их, конец их, озеро огненное, где вечно дым и огонь будет воспламеняться и восходить. Так написано в книге Даниила. Правда и сила и благословение остается за Божьим народом, избранным народом. И этот народ, его церковь. Слава, слава, слава нашему Господу. Итак, драгоценные, посмотрим на привилегию личностной идентификации. Мы посмотрим на то, как мы лично, каждый человек, который сегодня находится в огромном миллиардном мире, где столько-столько людей, наций, племен и народов, где церкви говорят на разных языках, и цвет их кожи абсолютно разный. Но каждый из нас индивидуален. Давайте посмотрим на некоторых героев Библии, которые защищали свою индивидуальность в Боге, в вере, в принадлежности своему народу. И меня восхищает история из книги Даниила. Первая глава. Мужи Божьи, которые были взяты в пленение вместе с Даниилом. Посмотрим, первая глава книги Даниила со второго стиха. Библия говорит. «И предал Господь в руку его и Акима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божьего. И он отправил их в землю Сеннар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов, понятных для всякой науки, понятливых и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских. И чтоб научил их книгам и языку халгейскому, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных, Даниил, Анания, Месаил, Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Месаила Месахом, а Азарию в Динага. Конечно же, Вавилон того периода исторического представлял самое великое и могущественное государство. И когда они порабощали народ за народом, и в частности Израиля, они выбирали из этого народа самых перспективных для того, чтобы повлиять на них, сформировать их по-вавилонски, чтобы они служили впоследствии царю. И вот в этой когорте людей оказались люди, которые когда-то родились на иудейской земле, были благословлены, служили, развивались, как подростки, ну сколько же им было лет, им не было по 50. Будьте благословенны все, кто 50, и живите еще два раза по 50. Но это были подростки, они были достаточно молодыми людьми. Но Израиль уже успел сформировать их так, дали им прекрасные имена, которые несли с собой послания. Давайте посмотрим, какие послания и какую смысловую нагрузку несли эти потрясающие имена. Итак, Азария переводится с древнееврейского как помощь Божья. Анания переводится как Бог милостив. Месаил переводится как укрепленный Богом. Даниил, мы все знаем, переводится, ну достаточно смело, Бог мне, судья, как самая высшая инстанция, которая может влиять на этого Божьего человека. И вот когда их пленили, их избрали, оценили, никакого недостатка не нашли, поставили их в очередь перспективных будущих вавилонских служителей. И первое, что они сделали, эти евнухи бесплодные, они решили поменять им идентификацию. Они решили, что теперь ваш Бог надежда, сила, милость и все-все, нас это не интересует. Мы не хотим в ваших именах слышать имя вашего Бога, как он милостив, как он щедр, как он вас защищает. Мы дадим вам свои имена. Вы будете покоряться и подчиняться нашей воле, думали эти бесплодные евнухи. В лице, конечно, царя. И какие имена они им дали? Давайте посмотрим. Даниил, ему дали имя Валтасар. Переводится как царя храни или царя оберегай. Азария, ему дали имя Авдинага, служитель света. Вроде звучит красиво, служитель света, но на самом деле это свет был чуждый, это свет был языческий. И Анания, ему дали имя Сидрах, Месаилы, в честь Бога мордуха верховного божества, еще переводится как теленок солнца. Ну, вот такие удивительные у них были откровения. Из шумера-аккадской мифологии их имена, каждое имя, оно принадлежало какому-то божеству вавилонскому. И я хочу сказать о том, что враг-дьявол делает все возможное, чтобы поменять нашу идентификацию от самого начала. Просто изменить ту площадку, тот основание, тот корень, который был Богом заложен в каждого человека. Чтобы мы жили не по предназначению. Чтобы мы жили не соответственно своих дорог. Чтобы люди рождались и умирали не в свое время. Чтобы многие грехи атаковали людей, и люди шли широкой дорогой и жили только для самих себя. Бог же борется за человека. Если мы с вами внимательно смотрим, как индивидуально, как качественно, как с любовью, нежностью, он подходит каждому сердцу. Он ищет подход каждому человеку. Дух Святой стучится в жизнь каждой судьбы. И мы понимаем с вами, Господи, Ты дал нам милость покаяться. Ты дал нам милость Тебя познать. Ты дал нам новые имена. Сегодня, конечно же, родители спешат иногда давать какие-то особые имена своим деткам. Но мы должны с вами понимать, каждое имя несет нагрузку. Мы не верим только в то, что имя вот дал и все, и это определило судьбу. Нет, судьбу определяет воспитание. Воспитание определяет богословие. Богословие определяет жажда сердца. Когда мы сегодня не склонны к язычеству, мы не склонны к оккультизму. Мы склонили свое сердце к истине Божьего Слова, в котором сказано, чтобы мы не были безумными, чтобы нам не умереть не в свое время. Чтобы мы были людьми, которые все сердце свое отдали для того, чтобы служить единому Богу, где бы ты ни был, в каком народе бы ты ни был. Это наше право, это наша привилегия. И когда я отождествляю себя со Христом, в моем сердце рождается желание служить Ему. В моем сердце приходит такое откровение, что мое государство самое первое, самое настоящее, как та родина, за которую я свою жизнь и душу полагаю. Оно не на земле, оно в вечности. И я отождествляю себя с Его церковью на этой земле. И я понимаю, что моя идентификация и твоя, мой дорогой брат и сестра, это наша связка, духовная связка божественного ДНК через веру в Иисуса Христа. Потому что как сегодня мы сможем с вами войти в это благословение? Любой человек может войти в это благословение. И Бог говорит, стучится в каждое сердце, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою у вас. Это написано в Евангелии Матфея. Бог говорит, я сниму с тебя бремена, я сниму с тебя чужие имена, я сниму с тебя печать этого мира. Ты мой. Когда ты родился, я ангелом своим заповедовал о тебе оберегать, хранить, благословлять тебя. И когда мы обращаемся к Господу, и Он дает нам право на второе рождение, в духовном мире Он дает нам свое имя. В этом мы видим с вами из книг Нового Завета. Паспорте, когда Господь давал новые имена. Ну, не всякий раз мы знаем физически эти имена, какие они. Кто-то бежит сразу, в паспорте что-то там меняет, там фамилия, имя. Ну, навряд ли это нужно делать, потому что на самом деле пусть это новое имя, как новая природа отобразится в наших действиях и поступках. Ну, аминь или не аминь? Ну, конечно, аминь. Посмотрите, что сделал Даниил и также в лице всех этих благословенных его помощников. Книга Даниила, 1 глава, 8 стих говорит, Даниил положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. И потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Вот, идентификация со своим народом, учением, которое успели вложить в эти юношеские сердца те богословы или те отцы родителей, оно сыграло важнейшую роль вообще в судьбе этих святых людей, которые находились территориально совершенно далеко от Израиля, в языческом месте, где поклонялись иным, чужим, чуждым богам. И вроде бы такое искушение на протяжении вытянутой руки, взять там вино, взять какие-то яства, посвященные идолам. О, я представляю, какая это была пища. Но их веры, их стойкости, их твердости в сердцах этих божьих юношей хватило на то, чтобы сказать, отказываемся. Потому что наша божественная природа внутри, наша израильская природа внутри, наше богословие внутри, наша идентификация, даже со самым сейчас порабощенным народом Израилем, где разрушены стены, где вновь осквернен храм. Но мы все равно принадлежим этому народу. И мы не будем, мы не хотим, мы просим, отказываемся от этой пищи, отказываемся от этого поклонения. Посмотрите, почему это важно. Сегодня народ Божий оказался в таком времени, когда многие из нас давно в лицо друг друга не видели вживую. И многие, когда снимут все карантины, и когда откроются все двери храмов, служений, домашних групп, и мы польемся, побежим. Потому что наша природа, наша семейственность, наша внутренняя жажда встречи понесет нас на крыльях любви к ближним нашим братьям и сестрам. И мы начнем смотреть вокруг. Мы можем удивиться, что кого-то мы можем и не найти. Потому что их идентификация с церковью, с Господом, со словом, была такой незначительной, что в момент изоляции, когда они расслабились, охладели, остыли, исчезли, потерялись, и в конечном итоге мы удивимся, и посмотрим и скажем, ой, а где они, а что с ними, где их сердце? Вот сердце Даниила, оно не было в кастрюлях с этим прекрасным мясом. Сердце Даниила было в слове Божьем, которое открывалось через израильский народ. И если мы что-то положим глубоко в сердце, не в желудок, ни в карман, ни на банковский счет, в сердце свое положим слово Божье, какая разница, какие дьяволы ворвутся в нашу жизнь, какая разница, какие пандемии постучатся в наше государство, какая разница, какие экономические встряски, вверх или вниз, все это будет. Если в сердце уже занято и положено решение принадлежать Господу, никто не сможет сбить тебя с пути. Да будет так. Аминь. Поэтому сердце это единственное место, где мы храним свою идентификацию. И Бог нам говорил в книге притчи, что больше всего храни, храни свое сердце, храни, потому что из него источники жизни. И вот как раз сейчас эти экзамены грядут, совсем скоро откроются двери, и мы можем посмотреть источники жизни. Или они сохли, исчезли, потерялись и уже болотом покрылись, или там есть такая жажда и стремление в дом моего отца. Да благословит нас всех Господь. Давайте мы посмотрим одно место священного писания о нашей идентификации во Христе. Писание говорит 1 Петра 5 глава 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да соделает непоколебимыми». Посмотрите, какая великая сила сокрыта в этом тексте священного писания, которое Бог говорит, что только Христос в Его Слове. И если даже вас постигли кратковременные страдания, не нужно этого бояться, потому что Он в нас, Он и совершит нас, Он и утвердит нас, Он и укрепит нас. И еще, внимание, на самом финише Он соделает нас непоколебимыми до самого дня Его пришествия. Итак, я привожу нас всех к финалу этой проповеди, к молитве, где Библия говорит, нам вывод, мы должны знать свою идентификацию, мы должны пользоваться своей принадлежностью к Господу, потому что в нашей индивидуальности сокрыта уникальность каждого, ценность каждого, дары каждого и призвание каждого из нас. Итак, моя идентификация – это моя церковь, моя идентификация – это моя молитва, моя идентификация – это святость и нравственность, моя идентификация – это Христос. Я хочу помолиться за всех тех, кто смотрит нас впервые. Я хочу обратиться к вам, чтобы вы обратились к Господу, который поменяет природу, поменяет ваше предназначение и даст нам великое право принадлежать Ему. Отец Небесный, я молюсь, чтобы ты коснулся каждого сердца, моих дорогих друзей, братьев и сестер. Я молюсь, чтобы их сердце было открыто для тебя и для твоего слова. Я благословляю каждого из них, чтобы они обратились к тебе и принадлежали к тебе до самого последнего дня на этой земле. Отец, я молюсь, чтобы сняты были грехи и беззакония, и пришло благословение в их жизнь. Тебе единому да будет вся слава и вся честь. Царю нашему и Богу нашему во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok